всем привет с вами нагваль и сегодня мы будем делать первые шаги на встречу с эту эпохи чудес в принципе как я раньше уже говорил что буду пытаться собирать цвет эпохи чудес так как потихоньку уже в принципе надо апать свой квип дальше и релик сет уже не топ сразу скажу насчет обновления 3.0 ходят слухи будто бы в 3.0 релик больше ломаться не будет но стопроцентная информация об этом нет пока что это слухи эти слухи основаны только на одном скриншоте на котором показано будто шмот при заточке уже ниже легендарки фейлиться не будет то есть сейчас при заточке шмот может упасть до фиола то в 3.0 этот порог будет поднят до легендарки и на основе этого решили сделать заключение будто значит релик ломаться не будет то есть типа если минимальный порог будет легендарка значит релик ломаться не будет все то есть стопроцентной информации нет это чисто теория такая же теория была еще по моему на 2.0 тоже говорили что релик ломаться не будут но на деле он все-таки ломается единственное что добавили у него есть возможность фейлиться до фиола не сломаться а упасть до фиола вот так это что касалось слухов насчет 3.0 вот поэтому в принципе я все-таки подожду официальной информации на корее когда она появится будет ли там ломаться релик или нет вот ну а пока в принципе первые шаги сделать уже можно сложнее всего заточить до эпохи чудес для магов это как правило наручи потому что на аукционе эти наручи не купер весь шмот который необходим для крафта этих наручей где-то у нас они вот это сет с нагашаром весь персональный его нужно полностью выбивать самостоятельно вот поэтому их заточить сложно потому что если вы их сломаете придется снова собирать весь сет это дело довольно таки время затратное 2 по сложности это пояс ну его на аукционе тоже не купишь но все-таки он попроще будет виду того что для его крафта нам нужен хонор где у нас отвод 60 тысяч конора на два этих клубка и сет который убивает из призрачного узурпатора он аукционе стоит копейки вот ну и две ткани вот но все равно 60 тысяч хонора допустим для меня это довольно таки и затратное по времени делать так наверное я ходить не люблю это слишком долго как правило сидишь полдня ждешь входа на эти арены еще не факт что ты их выиграешь вот поэтому хонор я копил чисто кровавая армия призрачная армия и 2 до скашира то есть чисто в масс пвп и по квестикам я потихоньку коплю хонор вот ну а весь остальной шмот дай первой эпохи значить намного проще потому что его даже точить не придется просто берете покупать уже готовый на аукционе стоит он относительно недорого шапка стоит 6000 колды можно то покупать на аукционе конечно лучше было бы собрать себе верна арт эпохи чудес но это будет уже гораздо дороже чем хищник эпохи поэтому в принципе я решил остановиться именно на хищники первой эпохи вот какие первые шаги я хотел сделать сегодня это попробовать заточить вот этот вот пояс он меня в первый раз не заточился в эпоху двойным свитками уточил и получился релик сегодня будем пытаться заточить его в эпоху я уже приготовил 50 свитков всем двойных точек и 2000 голды надеюсь мне этого хватит чтобы апнуть его в эпоху чудес надеюсь все это тратить не придется случае если он сейчас сломается у меня уже есть хонор чтобы скрафтить новый пояс вот оси сон сейчас сломается я сразу скрафте новые и попробуем заточить уже его с наручами мне повезло двойным свитком из легендарки не зашли в эпоху довольно легко почти без фейлов если заточу сейчас поезд то весь остальное quick собрать будет уже гораздо проще тупо просто потому что их можно купить на аукционе вот ну что хорош болтологии начнем точить мой пояс буду точить без катализатора там потому что мощный каталон сколько у нас стоит нет универсальный стоит 2600 голды ну это как-то уже чересчур за две тысячи годы могу скрафтить еще три таких пояса поэтому все-таки будем без него делаем первую двойную точку ну и что поехали зажимаем кулачки надеюсь новый крафтить не придется и хонор потрачен что-нибудь другое нет к сожалению нифига делаться тратить хера вот тучу голды на то чтобы его заточить снова надеюсь 2000 голды 50 свитков и 6 двойных точек мне хватит чтобы следующий пояс заточить ну хотя бы до релика хотя бы до релика так ладно сейчас все это мы соберем все что надо так закупила все необходимое это сет с пизрачного узурпатора две ткани но и осталось потратить кровью и потом на корабленный хонор так где эта фигня у нас ох блин так жалко тратить хонор ну ладно брум пояс победителя призрачного легиона поехали ну чё народ поехали точить теперь его удача неудача неудача ну вот отлично так ну самый геймерный процесс начинается это апнуть его хотя бы в эпик так ладно последней попыткой покупаю катал да надо катализатор покупать или валить отсюда подальше так блин 50 голды самый дешевый стоит е-мое так по моему катализаторов меня не было на складе сейчас глянем вроде нет вроде нет двойка ты мне и пик вставляй но подери блин сейчас я спущу стопудово спущу все свитки сейчас все 50 свитков и выше всего он не апнется ни разу это закономерность уже так пойдем куда-нибудь подальше отсюда невезучее место там вон здесь в пустыре никого нет вокруг отлично поехали о видите там просто мешали люди мне вот сразу легендарочка так берем двойной свиток ну попытка номер три не вошло еще разок и да блин ну ну нафига мне этот релик вот что мне с ним делать теперь нам 60 тысяч хонора и ну грубо говоря 800 голды в унитаз так ну ладно теперь уже точно будем ждать информации скорее по поводу того будет ли ломаться релик или не будет вот но пока больше я ничего с этим поясом делать не буду потому что еще 60 тысяч хоноров свить в унитаз это уже слишком для меня вот если ломаться будет то хрен с ним будем пытаться точить дальше так как с этой эпохи чудес собрать все-таки хотелось бы вот в принципе можно было бы оставить его синим допустим как это делают некоторые типа топы собираю себя с этой эпохи сказаний а на ручей пояс у них синего цвета типа так круто вот но это бомжи топы такие наш мод задонатить смогли а вот на ручей пояс задонатить уже не получится как то так так ну ладно чтоб не заканчивать это видео на такой печальной ноте сейчас попробуем значить что-нибудь еще а у меня остались две вот эти старые шмоточки ну не оставлять же всю эту голду на месте надо же потратить правильно так там был у нас везучее место пойдем туда то начнем с шапки авось я получу эпоху чудес уже сейчас вон видите как легко здесь точится все запомните это место но крутое здесь творится легко единственное что в эпоху не заходит здесь или зайдет сейчас а ну-ка ну двойной крит получился в принципе правда не в ту сторону но все-таки двойной так лимит удачных попыток на эту шапку походу исчерпан до переходим на торс любую но легендар очка лично берем двойной свиточек не везет не везет так 7 двойных точек это в районе 1400 голды 2000 плюс 3000 голды если короче говоря даже больше почти 4000 не прет не шапка не прет не торс печально в легендарку заходит вообще легко ну почти легко вот дальше что-то никак кстати этот шмот у меня был релик качества просто когда я купил торс и шапку мудреца вернардский я от эти не знал что с ними сделать так как они персональные продать их тяжело релика пусть дальше тоже не было особого желания так как такие релик шматки продать достаточно сложно по нормальной цене я хотел их заточить их точную дом двойным свитком из релик и не обе упали в фиол вот это насчет того откуда они меня вообще здесь взялись 10 свиточков осталось и 400 голды жки легендар очка последняя двойная точка что тебе станцевать рандом великий давай вот эту хрень и тебе станцию неудача но во всяком случае остался легендаркой так у меня здесь где-то не были по моему двойные точки и не ошибаюсь нет не было двойных точек да и все сломал монет дару нету ну давайте купим как раз последняя голда последняя попытка там кучища всего продалась все забираем так чем последняя попытка шапка давай так ты мне зайдешь сейчас в эпоху и все будет хорошо на позитивной ноте закончить этот видос давай ну почему ну что мне сейчас сделать ну что теперь надо срочно искать голду еще одну двойную точку заточим кое-что другое должно голды хватить на это дело так свиток чар оружейника один сигалы шикарно двойным сеткам это дело точить я не буду обычным попробовать можно так вот он аргенитовый кларнет почему я хочу его заточить потому что у меня есть кларнет доблестного череде первой эпохи совсем недавно у меня так с какого-то и винта я выбил двойную точку на оружие не знал куда ее потратить мне валялась этот фиолетовый кларнет вот такой вот я решил его попробовать поточить и почти без фейлов дошел до легендарки из первой попытки этим двойным светкам он зашел в эпоху чудес вот так что теперь вот этот кларнет мне не нужен соответственно релик продать достаточно проблематично будет вот так что попробуем его 75 голды сломается апнется я его об новое скажу энергии нет и попробую продать вот ни хрена мне не везет на заточку блин эх хотелось на позитивной нотки закончить нифига придется на не совсем позитивки ну ладно короче ждем информации с кореи насчет того будет ломаться релик или нет если не будет то значит с этой эпохи чудес считать уже у меня есть если ломаться будет то будем дальше крабить хонор и пытаться заточить этот странный поезд до эпохи вот ну а итог сегодняшнего видео минус 4000 голды 1 релик пояс 1 сломанный релик пояс и не апнутый шмот вот на этом все спасибо за просмотр с вами был нагваль всем пока а а а а а а